Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в галерее Нонабидер, которая находится в Германии. И мы хотим четверо человек, живущих на земном шаре, представить антивоенный проект, который называется «Равняемся на Украину». Нас четверо. Нонабидер, Виктор Бидер, Владимир Ильичев и Елена Ильичева. Трое из последних являются художниками. Мы решили высказаться по поводу вот этой вот очень страшной войны, которая проходит сейчас на Украине. Мы решили написать картины. Идейным вдохновителем этого проекта антивоенного был Виктор Бидер, наш друг в Германии. И он нам просто рассказал один случай, когда, не один, а много случаев, когда русские солдаты не забирают своих друзей с поля битвы, своих павших друзей. И вот такая картина родилась, которую написал Владимир Ильичев. Володя, расскажи про эту картину. На этой картине изображен украинский солдат, который держит в руках птичку. Птичка – это снегирь. В данном случае снегирь здесь как символ российских солдат, как символ России. И сопровождается все это соответствующей надписью «Русские заберите своих детей, их здесь тысячи на наших полях». Ну и такое вот как бы короткое, но очень емкое название «Снегирь Груз-200». Не знаю, какие причины, называют разные причины, почему не забирают русских солдат, вплоть до банальных, чтобы не платить деньги за погибших солдат, их родственников. Вот такая вот работа. Далее. И тут же Ноночкина маленькая работа, посвященная… Посвященная маленькой девочке, которая погибла на днях в Одессе. Кира, Кирочка. Кира, ее зовут, в трех месяцах ребенок. Очень жаль, конечно, что могла эта девочка иметь против военных действий. Ей посвящается эта работа. Маленькая девочка, которая беззащитная, погибшая. Называется работа «Беззащитность». Вот дальше продолжается разговор о том, какие страшные испытания переносит украинский народ. Во время этой войны. Владимир, это твоя работа. Она называется «Ударная сила». Да, «Impact for say». Мы работы стараемся называть как бы международный проект. И есть двойное название и на английском. «Ударная сила». И слоган сверху, который звучит так. «Береги яйца с молоду». Так пытались перевести мы через Google-перевозчик. Но получилось «Taker of the eggs – это янг». Вот такая вот работа получилась. И каждый, конечно, понимает, как хочет. «Ударная сила – это украинские войска». Да, ну вот ЗСУ – символ. ЗСУ. И как бы поаккуратнее надо касоваться к соседям. Потому что можно остаться без очень нужных частей тела. И тут же Ноночкина работа. Нона? Посвящается Мариуполю, защитникам Мариуполя. Из бетона выхода нет. Это те самые люди, которые все-таки остались в защиту Мариуполя. Те солдаты, те люди. И уже, конечно, и разбитые, и еще и целые. Но стойко стоят. Вот в этом эта работа. Владимира – сапоги украинского солдата, который отдыхает. И сапоги его тоже отдыхают. Висят на такой веревочке желто-голубой. И, Володя, о чем здесь? Ну, работа называется «Вейсковичу боты» по-украински. Военные сапоги. Как бы, что, когда вместе, объединенные какой-то идеей, национальной идеей, идеей борьбы за свою свободу, за родину свою, то это, конечно, сила. Без сапог никуда. Эта же идея присутствует в работе «Нон и бидер», которая символизирует… Ну, ночка, вот мочок. Расскажи. Сплоченность народа. Один в поле не воин. Одного не сломить, но целый народ, нацию Украины, не сломить. Работа называется? Когда они вместе. Консолидация. Консолидация. Вот когда вместе все, единство, нас не сломать. И вот туча темная наехала на Украину, а украинский весь народ консолидировался в одну команду победителей. Совершенно потрясающая по цвету и по своей фактуре работа. Наверное, одна из лучей нашей экспедиции. Здесь, в этой работе, вы понимаете, и нежность художника, и скорбь по поводу этой войны. И в то же время, посмотрите, какое соединение цветов приятное. И, в общем-то, и пространство показано в глубину, и плакатность некоторая, да, как типа, ну, на уровне лозунга такого, знаете, живописного лозунга, очень нежного. И вот еще один, Нуночка, твой холст. Послание Пикассо. И много лет назад говорил Пикассо о той птице мира, о том голубе. И, конечно, роза поникшая, или даже перевернутая, просто опрокинутая. Но все будет хорошо, и принесет голубь опять мир. Послание Пикассо. Которое на долгие-долгие годы помогает людям. Голубь летит, голубь мира летит, и не позволяет случаться страшным войнам. А вот предметы, посмотрите, которые принадлежат нонным предкам, бабушкам, дедушкам, прадедушкам. Посмотрите, какие предметы прекрасные. И даже гильзы есть, видите, наверное, со Второй мировой. Даже посмотрите, какой уже побитый защитный противогаз. Вот он, утюг. Почему я взяла утюг? Идем к предметам, которые могут стать, Володя, чем? Могут стать оружием. Опять же, лозунг здесь, слоган такой сверху, что любой предмет может стать оружием. То есть, врагам можно треснуть любым предметом, который находится у вас на подверье, на вашем... Те предметы, которые вдохновили на написание. Да, вот это дедушка Иван оставил ноночки вот такие вот молоточки, и мы их и рисуем. Даже трудно их перечислить. И работа имеет символическое название «На военном положении». То есть, на военном положении стали даже обычные инструменты, которые нужны в быту, но могут пригодиться и на войне. И вот немножко лирики, Ноночка. Расскажи про птицу. Работа называется «Свободная птица». Свобода все-таки... Да, свободная птица, опять-таки же, Пикассо с его посланием. Свобода очень может дорого обойтись. И та птица, которая вырвалась и летит свободно, может все-таки быть и погибнуть. Да, это те самые перья от той свободы, которая стоит очень дорого. Так же, как украинские люди погибают сейчас, чтобы остальных людей мира защитить собой. Ну, не только украинские, естественно. Ну, и с другой стороны. Довольно-таки страшная работа, которую исполнила Елена, я исполнила эту работу, посвятила ее Мариуполю, Волновахе, Ирпеню, Буче, Гастомелю. Тем городам, которые были, особенно пострадали от российских оккупантов. И вот украинские хатынки в виде белого чесночка, там, где любят варить борщ из овощей, и чесночок, всегда это самое главное такое вот лакомство украинских застолий. И вдруг, никто не ожидал, пришла кровавая такая, кровавая месива, которая тянется еще с советских времен, когда Сталин не жалел ни своих людей, которые жили рядом с ним, ни других соседей своих не жалели. не жалел. И, конечно же, это слово Буча, оно будет отзываться долгие-долгие годы в сердцах людей всего мира. Слезы наворачиваются на глаза, но мы не могли промолчать. Вот еще один чесночок. Ноночка, расскажи про свою работу, которую ты написала в этом военном проекте. Немного о работе присутствия чеснока и газеты «Правда». И вот в тот момент, когда я ее описала, ты даже не знаешь, дело о правде или дело о том чесноке. Не все-то правда, что правда писана. А чеснок, как мы его все любим кушать, но как мы его не любим нюхать. И вот ты знаешь, вот эта вот двойность этого чеснока, но все-таки чеснок — это вкусно, чеснок — это дом, чеснок — это здоровье по сравнению с правдой. Гнилой. Просто написано, что это правда. А она ложь. А, она ложь. Это ложь. И даже мы, извините, с Владимиром очень любим песни Высоцкого. И помните, там такие были «Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь». А расскажи вот об этом штампике, да, вот воюющего и защищающего украинского солдата. Он у тебя на многих работах присутствует. Почему? Ну, воинственный, воинственный все-таки. У нас настрой-то как бы воинственный идет. А как без солдата? Защищает. Защита война. Да, защита война. То есть наша живопись немножко и является и плакатным лозунгом, да? Да. Мы в живописи соединились. Да. Чего нельзя сказать об этой работе? Она чисто живописная. Расскажи про свой физалис. Давай. Незваный гость, называется эта работа, пришел. Незваный гость оставил след. Возле старого, потрепанного домика с украинским орнаментом. Та семья, которая была сплоченная, хрупкая, жили, не тужили и все друг друга любили, просто покидают дома, умирают, погибают. Только ради того, чтобы оставить свой след на этой земле. Замечательная работа. Замечательная работа, незваный гость. Вот. И, конечно же, мы знаем, что художники не должны рисовать сильно плохое, сильно отрицательное, сильно кровавое, сильно мертвое. Поэтому мы еще и фортиссимо, и цветно разыграли вот несколько таких работ, которые прославляют вот, ну, давай вот эти наши цвета украинского флага. Вот это будущие наши, будущие наши картины. Они пока высыхают, но на них будут еще написаны работы в этом военном проекте, антивоенном. И, конечно же, вот такие цветы, которые сейчас весной нас радуют, расцветают, они тоже послужили героями наших картин. Вот, допустим, Нуночка, ты помнишь, как этот цветок называется? Крокусовые цвели. И вот так тоже они как-то сплотились, эти крокусовые, да, и желтая ленточка. То есть мы через два цвета разговаривали. И здесь, в Германии, очень все сохраняют флору и фауну. И мы постоянно, путешествия, натыкаемся на такие таблички. Не бери чужого, да, не рви эти цветы, не надо их топтать, не надо их сжигать. Да, это наша Украина. Не надо топтать и сжигать Украину. Не бери чужого. Уходи с нашей земли, враг. И вот такой на краю земли, да, растет. Он вырос в такой, знаете, символ украинской нации. Вы посмотрите, как объединились все люди вокруг украинского народа. И как гордятся этим украинским народом. Его духом, не сломленным, да, несмотря на колючую проволоку. Несмотря на то, что очень от врага страдают и дети, и женщины, и очень много молодых солдат, павших. В общем-то, и с той, и с другой стороны. Но он стоит на весь мир и светит своим расцветанием, расцветанием мира, добра и счастья. И вот, Ноночка, а твои, посмотри, тюльпаны. Тюльпаны, прижаясь друг к другу, первый мороз, хотят согреться. И они какие-то морозоустойчивые у тебя. Так и работают. Да, морозоустойчивые, да. Если они друг друга согревают, так как вы нас приютили, да? Вы, Нона и Витя, приютили Владимира и Елену Ильичевых у себя в галерее, у себя дома. Кормят нас, обнимают, все нам дают хорошее. И вот мы вместе сила. Отдельно каждый из нас не смог бы сделать такой проект. А вот нас четверо. И мы громко кричим на весь мир, нет войне. А вот твой, да, нарцисс. Что с ним? Имеет право на жизнь, даже если он пострадал, даже если его сломали. Беретик. Да, все-таки перемотали. Есть и силы, которые дадут тебе еще вторую жизнь. Расцветание. Расцветет и будет и подстанет. Вот, допустим, какой-то украинский солдат молодой, да, ранен. Что с ним? Его быстро начинают лечить, его быстро начинают врачей приводить в порядок, потому что у него вся жизнь впереди. И, возможно, он, как солдаты Азова, прям там женятся, прям вот Азов они защищают и берут в жены этих медсестер, этих девочек, которые там, ну, остались в этом Азове. Жизнь продолжается. А ботинки твои символизируют? Ботинки мои символизируют два народа. Русский и украинский. Между ними есть узел. Но два сапога не пара. Как у нас в народе говорят, два сапога пара. А в этом случае получилось, что два сапога не пара. Но все-таки этот узел, да, пройдет много времени, чтобы этот узел, может быть, еще больше завязать или закрепить, а может быть, развязать. Никто этого не знает. И присутствует элемент символа украинского лавада, конечно, символа Украины и символа Советского Союза. Как быть в этом случае. Всем тяжело. И вот мы надеемся, что этот проект, возможно, он пополнится еще некоторыми картинами, которые придут к нам сначала в воображении, а потом и на холсты. И вот разрешите я вам зачитаю вот этот текст, который послужил началу этого проекта. Во-первых, проект называется «Ревняемость на Украину», на украинской мове. Во-вторых, прекрасная, цветущая, добрая страна Украина была растерзана за 66 дней и ночей. Как светлые силы природы смогли допустить разбушевавшейся темноте править такой сатанинский бал? Почему человек, убивая себе подобных, получает удовольствие? Будем искать ответ у равновесных сил. Если где-то есть счастье, то обязательно где-то будет и горе, поблизости горе. Надежда на победу добра над злом держит нас, мирных жителей Земли, в состоянии возвышенного духа. Вот то, что у нас сейчас происходит. Мы вместе в возвышенном духе рисуем картины. Несомненно, что духовная сила украинцев, защищающих свою страну от дьявольских россиян, станет примером для стран всего мира. И не позволить гневу господствовать на земле, помогут наши картины, где красота является главной опорой будущего человечества. Итог. Ревняемость на Украину. Слава Украине! Героям слава!